МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пара молодых людей пыталась украсть из магазина нижнее белье. Преступление предотвратили бдительные продавцы. Трое мазырян задержаны по подозрению в совершении серии краж из автомобилей. По пути исправления пойдешь, смягчение наказания получишь. Кривая дорожка ведет в тюрьму. В исправительном учреждении открытого типа прошли показательные суды. В Мозыре в пятницу 13-го не обошлось без происшествий криминальных. В магазине Миловица злоумышленники пытались похитить весьма деликатные и в то же время дорогостоящие предметы женского гардероба. Работники магазина Миловица пятницу 13-го запомнят надолго. Осталась она и в архиве камер видеонаблюдения. Теперь это доказательство преступления. Обычный рабочий день, обычные клиенты. Внимание продавцов-консультантов привлекла пара молодых людей, которая особо интересовалась стендом элитного нижнего белья. Они внимательно изучали коллекцию, после направились к выходу. Здесь и произошла кульминация. На кадрах внутренней съемки хорошо видно, как сотрудники магазина бросились вслед за ними. Парень вернулся, выбросил из сумки предметы нижнего белья, после чего убежал. Девушка тоже попыталась скрыться, но не тут-то было, ее задержали. В пятницу 13-го числа у нас произошел неприятный цедент. К нам пришла молодая пара, которая, не совершая покупку, украла у нас дорогостоящее белье. Благодаря нашим девочкам, бдительному вниманию, мы их задержали. Они пытались, конечно, скрыться, сопротивление. Они оказывали, мы, конечно, с девочками всю свою волю в кулак собрали, задержали их, вызвали милицию, наряд милиции, который быстро приехал. Продавцы говорят, что подозрительную пару и ранее видели в магазине. Приходили, рассматривали, ничего не покупали. Был ли пятничный факт кражи единичным с их стороны, предстоит выяснить следствию. Это возбуждено уголовное дело в отношении парня 1989 года рождения и девушки 1991 года рождения, жителей города Мозыря, которые 13.03.2015 в дневное время, придя в магазин «Миловица», расположенный по адресу город Мозырь, площадь Ленина, 17, тайно пытались похитить комплекты с нижним бельем, сложив их в пакет, специально оборудованный таким образом, чтобы не сработали рамки антикражной системы, расположенные при выходе из торгового зала магазина. В результате чего парень и девушка были задержаны сотрудниками магазина. В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кстати, подозреваемые уже ранее попадались на мелкой краже из магазина одежды. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь. В Мозыре задержаны трое молодых людей. Их подозревают в совершении ряда автопреступлений. Машина, оставленная на неохраняемой стоянке возле дома, это весьма удобно, но небезопасно. В начале марта по городу прокатилась серия краж из автомобилей. Под покровом ночи злоумышленники воровали магнитолы, видеорегистраторы и прочее дорогостоящее имущество, беспечных автовладельцев. Кражи происходили две ночи подряд – с 3-го на 4-е и с 4-го на 5-е марта. Зафиксировано 4 факта похищения имущества и 3 попытки взлома автомобиля. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на подозреваемых. Задержанные молодые люди нигде не работают, но имеют криминальный опыт. Все они уже были судимы ранее за кражи. По подозрению в совершении данных преступлений задержаны трое граждан, все жители города Мозыря, в отношении которых в настоящее время избранные меры пресечения видят заключение под стражей. Ведется следствие. В ходе предварительного следствия проверяется их причастность к совершению аналогичных совершенных ранее преступлений. По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь. Шикарный BMW чернит во всем. Дизайн иномарки наш отечественный потребитель решил подкорректировать, придать автомобилю, так сказать, более изысканный и экстравагантный вид. Однако пленка на стекле любой степени светопропускания противоречит правилам дорожного движения. Бытует мнение, что с приходом 2015 года в нашей республике будет разрешено тонирование стекол. Это все неправда. В настоящее время тонировка запрещена. И бытует мнение, что тонировка и напыление на стекол – это одно и то же. Это абсолютно разные вещи. Напыление на стекла предусмотрено заводным изготовителем завода, который производит тот или иной автомобиль. А нанесение пленочного покрытия – это нарушение правил дорожного движения. Запрет на тонировку пленкой в Беларуси ввели еще в апреле 2006 года. Правила распространялись и на тех, кто въезжал на территорию Беларуси. Сейчас, если автомобиль в нашей стране проездом, правила не распространяются. Но если иностранный гражданин гостит у нас, закон для всех един. И даже чистосердечное признание вины не поможет избежать ответственности. Противостояние между владельцами тонированных машин и сотрудниками ГАИ длится уже не первый год. Автомобилисты уверены – частичная тонировка – не помеха на дороге. Стражи дорожного порядка – противоположного мнения. В любом случае, любителей затемниться стало меньше. Напомним об ответственности. В первый раз штраф одна базовая величина, повторно – от двух до пяти. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь». В учреждении открытого типа номер 21 прошли несколько показательных судов. Тем, кто стал на путь исправления, смягчили наказание. Злостному нарушителю местных порядков, наоборот, ужесточили. Валерий Георгиевич за время пребывания на так называемой химии зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Работящий, уравновешенный, искренний. Вину осознал, в содеянном раскаивается. Суд учел все положительные характеристики и удовлетворил ходатайство администрации справительного учреждения о смягчении наказания. Николай также примерный осужденный. Исправно трудился, принимал активное участие в общественной жизни. Гособвинитель не против того, чтобы дать молодому человеку еще один шанс. Ведь закон не только суров, но и справедлив. В общем-то, само по себе отбывание наказания в этом учреждении не должно вызывать у осужденных чувство безысходности. И они должны понимать, что при нормальном отбывании наказания администрация может ходатайствовать во замене наказания на более мягкое, как было это сегодня. Дениса на судебное заседание привел конвой. Молодой человек неоднократно нарушал местный режим. Приходил в нетрезвом состоянии, прогуливал работу, грубил с сотрудником исправительного учреждения. Ему не единожды выносили дисциплинарное взыскание. Официально предупреждали. Молодой человек вину признает, свое поведение объясняет семейными неурядицами. По решению суда он теперь будет отбывать наказание в колонии общего режима. Выездные судебные разбирательства проходили в открытом формате. За процессами наблюдали другие осужденные. Мероприятие носит профилактический характер. Осужденным наглядно продемонстрировали, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы сегодняшним мероприятием показали, показательным судом, две грани. Одна грань – это статья 415 Уголовного кодекса Республики Беларусь, где осужденные осуждаются только к лишению свободы до трех лет. Вторая грань у нас – те осужденные, которые действительно твердо стали на путь исправления и стремятся попасть домой к своим семьям. По пути исправления пойдешь, смягчение наказания получишь. Кривая дорожка ведет в тюрьму. В администрации исправительного учреждения надеются, большинство осужденных выберут верную дорогу. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». В кинотеатр «Мир» инспекция по делам несовершеннолетних пригласила представителей школ, социальных педагогов, психологов на просмотр фильмов тематических. Тема весьма наболевшая – дети и наркотики. Все вместе решали, как уберечь подрастающее поколение. Всего пару лет назад в «Мозыре» фиксировались единичные случаи распространения подростками наркотиков. Уже в 2014 году было заведено 12 уголовных дел, очевидный рост. И это при том, что статистика далеко не в полной мере отражает реальную картину – дети и наркотики. На сегодняшний день тема весьма животрепещущая. Целью данного мероприятия на сегодняшний день является доведение требований декрета номер 6 президента Республики Беларусь о неотложных мерах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков до социально-педагогической службы города Мозырь, то есть работников учреждения образования, которые будут присутствовать на данном мероприятии, что позволит на ранних этапах выявлять несовершеннолетних, которые употребляют у нас наркотические и психотропные вещества, и в последующем проводить с ними определенную профилактическую работу. Не только как со стороны сотрудников милиции, но и сотрудников социально-педагогической службы учреждения образования Мозырского района. Научить языку, литературе, математике – задача учителей, но и функции гораздо шире. Главное – не упустить ребенка. Милиционеры рассказали, что должно насторожить в поведении подростка, как определить, что он употребляет наркотики. Если, допустим, выявляется таких подростков, то это надо смотреть на протяжении определенного периода, и это покажет, в последующем проявится. Новое законодательное изменение, призванное вывести борьбу с наркотиками на качественно новый уровень – декрет номер 6. Согласно документу, теперь уголовная ответственность наступает с 14 лет. Ужесточилось и наказание за такого рода преступления, вплоть до 25 лет лишения свободы. Причем к ответственности привлекаются не только распространители, но и потребители. Специалисты говорят, подростки – это самая уязвимая категория. Поиск себя, переходный возраст, внутренние противоречия и протесты – в этот период особо важен контроль, как со стороны милиции и школы, так и со стороны родителей. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». Один телевизор в течение трех лет – раз в два года автомобильные шины. С 10 марта изменены нормы ввоза из-за границы товаров для личного пользования. Большая часть возимых физлицами шин якобы для личного пользования идет на продажу. Похожая ситуация нередко случается с телевизорами, микроволновками, мониторами. Это и стало причиной пересмотра норм беспошлиного ввоза товаров в Беларусь. В таможенном комитете посчитали – срок службы бытовой техники, сантехнического оборудования составляет, как правило, не менее пяти лет, шин – не менее двух. Отсюда и новое правило. Так, в течение трех лет, календарных, можно ввозить по одной единице сложно-бытовых товаров, электротоваров, также сантехнических изделий. В течение двух лет можно ввозить четыре шины к автомобилю летних, либо же зимних одного комплекта, при учете, что физическое лицо подтверждает право владения автомобилем, которым везутся данные товары. Все, что будет ввезено в страну в большем количестве, подлежит обложению совокупным таможенным платежом. По сути, новые правила перекрывают каналы поставок товара для перепродажи, ведь продукция без документов, подтверждающих ее ввоз, нередко потом реализуется на рынках, в интернет-магазинах. Один из последних фактов – в январе в Мозыре пресечена реализация контрабандной партии импортных обоев на сумму почти полтора миллиарда рублей. Граждане, которые покупают товар за границей для себя, изменения не ощутят. В данный момент нарушений нет, так как вся информация о данных изменениях выложена на сайте Государственного таможенного комитета. И с данной информацией можно ознакомиться как на сайте, так и у нас на информационных счетах вся информация для людей имеется. 18 марта внутренние войска отмечают 97-й день рождения. Одно из подразделений базируется в Мозыре. Солдаты-срочники оказывают существенную помощь милиционерам в поддержании общественного порядка. Армейский распорядок и милицейские будни – характерная особенность службы солдат-срочников внутренних войск. Приемы рукопашного боя, стрельба, плюс ко всему знание законодательных аспектов. Все для того, чтобы на должном уровне помогать правоохранителям обеспечивать общественную безопасность. Да и девиз воинского формирования – «Долг, честь Отечества. Никто, кроме нас, говорит сам за себя». Наряды заступают четыре раза в неделю. Военнослужащие участвуют в массированных отработках города. Поддерживают порядок во время проведения общегородских праздников и спортивных мероприятий. Не раз солдаты-срочники во время несения службы помогали раскрыть преступления по горячим следам. Одно из резонансных преступлений – это мы нашли машину «Вольксваген Т2», который находился в угоне. 6 декабря, несет службу по охране общественного порядка, мы заметили данную автомашину на улице Чапаева. При просмотре данного автомобиля, в данном автомобиле находился гражданин, который совершил же угон данного транспортного средства. В ходе разбирательства этот гражданин еще совершил три преступления в городе Мозырь. Это украл государственные номера и совершил кражу прицепа на улице Малинина. Накануне 97-го дня рождения внутренних войск в 4-ю патрульную роту приехала Наталья Леонович для того, чтобы поблагодарить. Буквально на днях девушка стала жертвой грабителя. Военнослужащие, которые в тот день дежурили, задержали злоумышленника, а Наталье вернули имущество. 14 марта, возвращаясь вечером домой, идя по улице Бульвар Юности, неожиданно, неизвестно, сзади вырвал у меня мою сумку с пакетом. Я закричала очень сильно, позвала на помощь. И наряд 4-й патрульной роты военной части 55-25 услышали меня. И помогли вернуть мне мое имущество, задержали грабителя, за что им очень большое спасибо. Именно младший сержант Сергей Веков в тот злополучный вечер вместе с напарником поспешил на помощь девушке. Парень еще до армии решил связать свою жизнь с милицией. Его сослуживец Павел Ибрагимов тоже говорит, что служба в армии дала ему бесценный опыт, который впоследствии можно будет использовать в дальнейшей работе. В городе Мозыреве на маршруте патрулированной номер 25 по улице Притыцкого задержал гражданина, который увидел нас, стал ворячиться, уходить куда-то. Подошли к гражданину, представились, предъявили его документы. Документу не оказалось, гражданина доставили в опорный пункт по улице Притыцкого. В ходе разбирательства провели поверхностный досмотр, оказалось, что у гражданина находился сверток неизвестной массы растительного происхождения. Впоследствии оказалось, что у гражданина находилась свертка марихуана. Кстати, и Павла Ибрагимова, и Сергея Века, как и всех отличившихся солдат-срочников, накануне торжественной даты наградили памятными знаками, благодарностями, были присвоены очередные звания.